Привет! Сегодня у нас на обзоре популярные наушники QCI QS2 или T1S или T2C. Это название одной и той же модели, зачем их три я понять не могу, наушники полностью одинаковые, разная только упаковка. Ребят, также с меня очередная порция благодарности за ваши комментарии, вы прям мотивируете меня двигаться вперед с новой силой. Спасибо вам! И наконец-то, под позапрошлым видео мы набрали более 100 лайков и практически единогласно вы выбрали Halo GT1. Их-то мы разыграем. Условия простые. Подписаться на этот канал, если вы этого еще не сделали, поставить лайк под этим видео и написать один любой комментарий. Можно написать просто участвую. Победитель мы определим с помощью рандомайзера, это будет 8 июля или в прямом эфире, или я просто выложу потом запись. Ну все, с организационными моментами мы завершили. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! То, на что мы обращаем внимание лишь один самый первый раз – упаковка. Нас встречает белая коробка из плотного картона с такой прозрачной крышкой. В целом она сделана приятно, но на каждую из этих трех одинаковых моделей разные коробки. Так что, если хотите такую же, то заказывайте Т2С. Внутри нас ждет кейс, сами наушники отдельно и еще одна коробочка, в которой лежит инструкция, сменные амбушюры и провод для зарядки микро-USB. И кейсы, и наушники сделаны из матового пластика черного цвета. Крышка магнитная, полупрозрачная, если и люфтит, то совсем немного, это радует. Также спереди находятся два индикатора. Они загораются только, когда начинаешь заряжать кейс, и просто узнать остаток заряда по ним не получится. Сам кейс больше, чем у AirDots, Hello. В маленький кармашек на джинсах он с трудом, но залезает. Кстати, от своей первой версии, которая QS1 называется, наушники отличаются только кейсом. В первой версии он без крышки и с меньшим аккумулятором. Сами же наушники абсолютно такие же. Но стоит первая версия где-то 1100 рублей, то есть примерно на 300 рублей меньше. На наушниках с внешней стороны находится механическая кнопка индикатора работы. Когда наушники заряжаются в кейсе, индикаторы горят красным. При включении мигают белым, и во время сопряжения мигают красно-белым. Во время работы они не горят, и это хорошо. Снизу находятся микрофоны, с обратной стороны обозначение левого и правого наушника, и контакты для зарядки. В кейсе наушники удерживаются очень крепкими магнитами, просто так они оттуда не выпадут. Наушники среднего размера, достаточно легкие, примерно такие же, как и AirDots или HighLow. В QS2 есть влагозащита IPX4, это защита от брызг с любого направления, то есть под легким дождем в них вполне можно ходить. Качество звучания. В прошлом обзоре с Heavy i93 я говорил, что у них короткий звуковод, из-за чего в моем ухе они плохо удерживались. У QS2 и обратная ситуация, у них звуковод прям очень длинный, но это особо не влияет на посадку. Хотя я должен заметить, что HighLow и Redmi в ушах сидят лучше. На форумах люди жаловались на родные амбушюры, я же про них ничего плохого сказать не могу, мне лично подошли. У QS2 есть поддержка кодека ААЦ, как обычно я слушал их на разных композициях и мои впечатления такие. Звук чистый, бас есть, умеренный, но любителям баса его может не хватать. По среднему высоким все в порядке. Наушники объективно тише остальных своих собратьев, я всегда слушаю музыку на 60% громкости, а здесь мне приходилось выкручивать до 80%, хотя громко я музыку не слушаю. В целом звучание очень похоже на Redmi AirDots, но если на AirDots иногда вверха пищали в некоторых композициях, здесь все нормально. Автономность. В каждом наушнике QSI QS2 по 43 мАч, кейжен внушительный 800 мАч. На максимальной громкости наушники проработали 3 часа 33 минуты, что я считаю хорошим результатом, потому что на максимальной громкости их слушать трудно. Получается, на нормальной громкости 60-80% они проработают более 4 часов. После того, как наушники отключились, можно подключить только левый наушник. На нем останется еще 30% заряда, он разряжается чуть медленнее, так как главный наушник в паре правой. Микрофоны. Проверяем работу микрофона в QSI. Мы сейчас в тихом пространстве, не заведенная машина, как обычно. Если честно, я немного разочарован. Два момента. Первый, я слышу какой-то посторонний фоновый шум, хотя я сижу в полной тишине. Второе, моя речь немного как из бочки, такая приглушенная. С чем это связано, я не знаю. Конечно, ваши ожидания – это ваши проблемы. Я ожидал, конечно, чуть лучшего. Но, тем не менее, пока мне не нравится, проверяем, как в едущей машине. Обстоянцы дела. Мы переместились в едущую машину. Как обычно, кондиционер включен на три, деление четырех, музыка на фоне, на девятке. Кардинальным образом ничего не поменялось, по крайней мере, в хорошую сторону. А в плохую поменялось. Слышно теперь еще и фону шумы. Моя речь, ну, такая достаточно приглушенная. В общем, не в восторге я от микрофонов QCI, но надо проверить, как они будут звучать на улице. Ну и финальное испытание для наушников. Мы переместились на улицу, идем вдоль дороги. Мимо едут машины, ветра почти нет. В общем, если честно, микрофоны у QCI не очень, мягко говоря. То есть сейчас меня практически не слышно, при том, что я говорю очень громко. То есть если сравнивать, опять же, с Redmi AirDots, Halo GT1, Heavy T93, QCI звучат на уровне как Halo, а может быть даже хуже. То есть разговаривать практически нереально. Я оказался немного разочарован качеством микрофонов и решил почитать, что пишут люди на форумах. Оказалось, что эта проблема носит массовый характер и встречается у многих. И люди даже нашли решение. Всего лишь нужно сверлом на 1,8 мм расширить отверстие микрофона. Потому что программно софт считает голос шумом и глушит его из-за мелкого отверстия. Ну такое. С одной стороны, если ты купил эти наушники и у них оказалась такая проблема, то почему бы и не заняться? А если в процессе выбора, то я бы, наверное, выбрал другие наушники. По крайней мере, если наушники нужны для разговоров. Вычитал я еще одну проблему. У многих людей на корпусе наушников появляются со временем трещины. У кого-то через 3 недели, у кого-то через 2 месяца. При этом по отзывам пользователей они их не роняли. Этот дефект, видимо, куся и переняли у своих братьев-фаирдотцев. У них тоже это массовая проблема. Управление осуществляется механической кнопкой. Функционал достаточно стандартный. Короткое нажатие на любой наушник – это плей-пауза. Двойное нажатие на правый наушник – это следующий трек. Двойное нажатие на левый – перемотка трека назад или предыдущий трек. Если 2 секунды удерживать кнопку на любом наушнике – вызов голосового ассистента. Регулировки громкости здесь нет. В целом управление работает достаточно корректно. Хоть я не любитель механических кнопок, здесь я более-менее приноровился на них нажимать. По задержке звука. В YouTube все хорошо, задержки не наблюдается. Сейчас уже почти все ТВС-наушники научились воспроизводить видео без задержки. Но тут еще многое зависит от телефона, к которому наушники подключены. А в играх задержка почти полсекунды. Это многовато. В шутеры не поиграешь, но справедливости ради, опять же, на всех Bluetooth-наушниках сейчас есть задержка. Самая маленькая, кстати, была у Heavy Type i93. По дальности работы вопросов нет. Дома через две стены пробивает спокойно. Отвал связи у меня, кстати, был только один раз. Это было в метро. Отвалился левый наушник где-то на секунду. После этого связь восстановилась обратно. Ну что, QCI, QS2, T1S или T2C оказались таким прям крепким среднячком. Они неплохо держат заряд, хорошо звучат, но имеют проблемы с браком и такие себе микрофоны. Если, конечно, не воспользуются услугами дрели. Хотя у тех же AirDots тоже есть проблемы с корпусом наушников. В описании прикреплю ссылку, где я эти наушники покупал. А 8 июля мы разыгрываем Hi-Load GT1. Так что подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео и пиши один любой комментарий. К примеру, участвуй. И удачи тебе улыбнется. На сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok